По особо важным делам, о делах просветленных особо важных дел, Следственного управления, Следственный комитет Российской Федерации Псаратовской области, полковник юстиции Кулешов Александр Александрович. Александр Александрович, говоря о вот этих всех фигурантах дела, я так понимаю, их трое, вообще их было пятеро, почему-то их было пятеро, и насколько они признают свою лину? В данном случае у нас троим лицам предъявлено обвинение, там еще находились двое лиц, но один был хозяин квартиры, который престарелый мужчина, он находился в соседней комнате и никаких действий не предпринимал ни словами, ни действиями. Еще был один мужчина, тоже такой же в возрасте, как эти лица, которым мы предъявили обвинение, он просто находился в этой комнате, наблюдал, но никаких действий не предпринимал. Поэтому у нас проходит как свет, если эти лица. Поэтому было пять человек, которые употребляли спиртное, но активно дети проводили трое лиц, и предъявлено обвинение, и вот сейчас в настоящий момент вышли в суд с ходатайством о применении мероприятия в виде заключения под стражу. А насколько они все согласны с предъявленным обвинением? Ну, с учетом собранных материалов дела, здесь они дали, существует предъявленное обвинение, показания, то есть не воспользоваться статистиковой Конституции Российской Федерации. У каждого позиция своя, поэтому я сейчас в данный момент ее высказывать не буду, потому что всего только третий сутки предъявленных следствий. Поэтому достаточно их показаний и материалов дела для того, чтобы выйти с ходатайством на избирание мероприятия и предъявить обвинение в качестве обвиняемого. Но есть люди, которые согласны с предъявленным обвинением, хотя бы там в части или в полном объеме? Ну, у нас юридическим термином здесь не согласны, а там люди признают, не признают ли, признают ли частично. То есть у нас есть позиции обвиняемых, где они говорят по существу предъявленного обвинения, но здесь есть нюанс, на который я сейчас не буду высказываться, потому что это статья такая, что оплавание непредставимости граждан, и поэтому без комментариев оставляю. Ну, смотрите, у них, получается, пока не комбинируется совершение группы лиц, посягательств, но это достаточно серьезные сроки. Что им грозит, если в сумме обобщить все это? Ну, это еще говорится о том, что до окончания расследования направления дела суток, я сейчас судить не могу, потому что все в 3 сутки, но санкция статьи 131 ч. 2 до 10 лет лишения свободы. Поэтому здесь 127 ч. 2 пункта, это у нас там преступление средней тяжести. Там уже будет видно, какие составы преступления будут в дальнейшем, например, потому что сейчас мы предъявили обвинение только с учетом тех материалов, которые мы собрали за данные 2 суток, а дальше уже будем в ходе природных средств уже более выяснять, какие конкретные действия были произведены, и уже будет квалификация или останется прежней, или как-то будет изменена. Но это уже будет в дальнейшем. О том, что какой срок, это еще говорить рано, срок у нас назначения по приговору суда, и кто же пригодится суда. По крайней мере, санкция статьи 20 лет. Да, одно преступление тяжкое, второе преступление средней тяжести. Спасибо.